Безопасность на дорогах имеет определяющее значение как для пешеходов, так и для водителей с пассажирами. Особенно важно обезопасить детей от возможных последствий в случае ДТП. Сделать это можно путем установки в автомобиль детских кресел или других удерживающих устройств. Однако кресла присутствуют не во всех автомобилях. В случае ДТП с участием малолетних пассажиров, а также специально проводимые исследования с использованием краш-тестов, показывают, что дети страдают в авариях больше всех. Если ребенок сидит отдельно в сидении, то при столкновении он слетает с сидения с большой скоростью и получает сильные травмы. Если его держат на руках или коленях, он легко срывается с рук и ударяется о переднее кресло или стекло и рискует остаться придавленным телом взрослого человека. Чтобы избежать неприятных последствий, многие родители покупают себе в автомобиль детские кресла. Более того, отсутствие кресла в автомобиле наказуемо. В соответствии с пунктом 22.9 правил дорожного движения перевозка детей до 12-летнего возраста в салоне транспортного средства, оборудованного ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих кресел или иных средств, позволяющих безопасную перевозку детей. За нарушение правил перевозки несовершеннолетних детей без детских удерживающих устройств предусмотрено административное ответствие в соответствии с частью 3 статьи 12.23 и предусмотрен административный штраф в размере 3000 рублей. На перекрестке улиц Некрасово и Садовый проезд сотрудники ГИБДД провели очередной рейд. Целью стало выявление недобросовестных водителей, не оборудовавших свои автомобили креслами, тем самым подвергнув опасности здоровью своих детей. По итогам данного профилактического мероприятия было составлено 6 административных материалов на водители транспортных средств, которые перевозили детей без детских удерживающих устройств. Кроме основной задачи по выявлению отсутствия кресел, сотрудники ГИБДД не упускали и других нарушений, как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. Владимир Иванов, Вячеслав Михайлов, Новости, ТВ Рассказыва.